В тренировке этой предшествовал смотр сил и средств Орловской группировки ГО. Правда, погода выдалась совсем не парадная. Но кто из этих отважных людей обращает внимание на такие мелочи, как проливной дождь? Хочу сказать, несмотря на дождь, несмотря на такие условия погоды, видно, что люди готовились, что наши спасательные организации и разные другие организации готовы. Представлена эта техника, которая может действовать в экстремальных ситуациях. И в целом, я считаю, что наш расчет сил и средств способен выполнить любую задачу. А уже на следующий день была полномасштабная тренировка. Участие в ней приняли сотрудники МЧС, поисково-спасательные службы, МВД, Министерство обороны и других ведомств. Участники другие, погода та же. По замыслу с завершением командно-штабной тренировки, в третий день это было проведение учений с силами гражданской обороны. Но мы выбрали такой наиболее объект, который необходим для обеспечения жизнедеятельности населения, потому что более 50% нашего населения отапливаются этим объектом. И, соответственно, в случае нарушения его функционирования может произойти, ну, если непоправимые, то очень сложные задачи по восстановлению теплоснабжения в наших жилых домах, объектах социальной сферы. По замыслу, в результате нарушения технологического процесса в парке произошла разгерметизация резервуара с разливом топочного мазута и его последующим возгоранием. По той же схеме происходило истечение нефтепродуктов. Пришел розыск нефтепродуктов, не плохо. Значит, по условной, значит, в местечественной ситуации прибывает сила областного подразделения, проводятся работы по обстановке боновых граждан. Каждое подразделение выполняло свои поставленные задачи. Тушение мазута пеной, охлаждение емкостей, разбор завалов и поиск пострадавших, оказание помощи. В кратчайшие сроки условная чрезвычайная ситуация была полностью ликвидирована. Любые учения, они, в общем-то, всегда похожи на учения и цели приблизиться к реальным условиям, боевым условиям. Это, конечно, очень сложно. Но сегодня вот в таких условиях, когда отработали ребята очень качественно, быстро и в срок, невзирая на погоду, на вот такую непогоду, это просто молодцы. Я очень благодарен. Видно, что готовили, видно, что знают, профессионально подготовлены. И самое главное, очень слаженные коллективы. Основная цель всероссийской тренировки – отработка навыков по спасению людей и ликвидации чрезвычайных происшествий. Олег Рудаков совместно с пресс-службой ГУ МЧС России по Орловской области.